приветствую вас дорогие друзья коллеги те кто только присоединился к нашему проекту я думаю что есть и такие меня зовут суходов алексей и я рад вас приветствовать на нашем традиционном технико-экономическом вебинаре который проходит по средам так как первая часть вебинара ориентирована в первую очередь на людей которые только присоединяются проекту то давайте пожалуйста проголосуем кто присутствует в первый раз собственно мы несмотря на те результаты которые были достигнуты уже нашем развитии и собственно них вы узнаете в конце вебинара плавника мы перейдем на расширенный технико-экономический вебинар то есть это тот вебинар который посещают постоянно наши сторонники кто следит за развитием проекта кто имеет возможность потому что у некоторых нет элементарной возможности так как все время уходит на развитие проекта но в любом случае где бы мы не находились сергей анатольевичем сибиряковым мы все равно ведем наш вебинар и собственно из каких мест мы уже только не вели из каких стран и искренне надеемся вместе с вами со всеми что в будущем будем уже вести вебинары и из различных мест как неосвоенные месторождения которые мы будем осваивать из различных мест где инициируются адресные проекты мы уже будем говорить что не только в австралии намечается адресный проект не только в филиппинах катарах индонезии так далее но уже будем по реальным строй площадкам с вами ходить и в перископе обязательно это будем снимать собственно ничего не поменяется потому что проекту skyway еще очень и очень долго развиваться и радовать всех тех кто присоединяется к нашему проекту но для тех кто присутствует первый раз я хотел бы буквально вкратце объяснить что такое skyway что такое транснет и соответственно что было понимание насколько мир поменялся примеру с 90-х годов все вы прекрасно знаете и пользуетесь таким замечательным устройством как смартфон но что такое смартфон по сути это телефон в начале был кнопочный телефон потом уже с сенсорным экраном пошел телефоны причем с сенсорным экраном даже был еще ранее не телефон это был мультимедиа центр ipod которому стив джобс присоединил интернет интернета тоже дорогие друзья ранее не было это изобретение было создана агентством стратегических инициатив дарп сша и собственно являясь военной разработкой не то что вышло из-под контроля но невозможно остановить такую технологию которая может изменить жизни миллионных миллионов людей на сегодняшний день мы не можем себе представить жизнь без интернет это знак значительно облегчило нашу повседневную обыденную жизнь и собственно сформировала очень мощную капитализацию представьте хотя бы на минутку на мгновение если кто-то вам сказал бы а не хотели бы вы инвестировать головную компанию которая будет заниматься всеми проектами по миру касаемо сети интернет такой головной компании нет собственно сеть интернет вот в недавнем времени все доменные адресы имена из-под контроля сша вышли то есть это абсолютно независимые стали моменты но что касается конкретной компании которая занимается внедрением сети интернета по всему миру такой компании нет что касается реальности которая изменится в ближайшее время мы можем сказать в каких моментах и каких аспектах произойдет изменение и в первую очередь это качество перемещения это скорость перемещения и на расширенном технико-экономическом вебинаре мы даже скажем что сама концепция и суть перемещения отойдет на второй план как сегодня у нашего телефона на второй план отходит уже суть и функция звонить то есть мы пользуемся смартфоном для того чтобы посерфить в интернет для того чтобы почитать в новости для того чтобы связаться через мессенджеры через социальные сети с нашими знакомыми близкими незнакомыми нам друзьям и собственно построить бизнес сегодня возможно строить бизнес по всему миру и благодаря появлению интернет благодаря развитию млм индустрии в какой-то мере благодаря тому что сейчас в ближайшие пять пять лет позиционируется рынок интернет вещей в 35 триллионов долларов в ближайшие пять лет думайте что такое рынок интернет вещей это то что связано через вай фай то что связано через различные сигналы цифровые это наши смартфоны это наши навигаторы это наши даже стиральные машинки и микроволновые печи которые также можно запускать удаленно через вай фай сейчас никого не удивишь абсолютно концепции умного дома но умный транспорт сейчас только появляется и что касается ранее развитие персональных компьютеров и вообще рынка хай-тек технологий и вы прекрасно знаете таких гигантов как компания apple капитализация более 950 миллиардов долларов как компания amazon.com вышла на ipo через 3-4 года как компания alibaba которые вообще прогремели как самое грандиознейшие крупнейшие ай пио за недавнее время и сейчас кстати компания alibaba помимо рынка электронной коммерции занимается производством электромобилей но все дорогие друзья двигается именно на уровне том на котором перемещаются наши традиционные автомобили железнодорожные подвижные составы лошади когда-то перемещались то есть на первом уровне и как ранее сеть интернет кремниевые технологии составили основу базис и ядро технологий хай-тек то есть это технологии пятого технологического уклада и соответственно с был сформирован сформулирован закон мура то есть который гласит что каждые два года количество транзисторов на интегральной микросхеме увеличивается в два раза и даже этот закон сейчас можно переиграть и нужно будет переигрывать потому что уже невозможно увеличивать количество транзисторов уже нужно увеличивать плотность и соответственно это гласит о том что пятый технологический уклад он постепенно сейчас подходит к своему рассвету и как и все в этом мире за рассветом следует закат затихание и угасание и мы позиционируем мы говорим о том что пятый технологический уклад плавно перейдет шестой технологический уклад и основой нового технологического уклада будет как раз таки мировая транспортная энергетическая коммуникационная информационная социальная и даже финансовая сеть транснет которая будет основана на струнных технологиях антоли эдуардовича юницкого почему транснет потому что транспортная сеть изначально естественно берется качество перемещения товаров грузов пассажиров из точки а в точку б быстро эффективно дешево экономично и самое главное безопасно что касается быстроты скорости перемещения многие процессы дорогие друзья на сегодняшний день происходит действительно фактически мгновенно это касается и денежных переводов это касается и общения по скайпу вайбер и собственно вайбер ватсэп и другие мессенджеры пять лет назад их не было и фактически только полтора два года назад появился сервис онлайн-трансляции то есть когда начинался наш проект многие просили делайте пожалуйста онлайн-трансляции я признаюсь честно дорогие друзья я думал каким бы образом сделать на конференции онлайн-трансляцию там должен быть интернет и мне нужно будет разворачивать один из ноутбуков либо смартфонов в комнате мирополис либо цитрикс фронтальной камеры чтобы было видно зал вот такая логика была онлайн-трансляции сейчас естественно появились сервисы и многое действительно облегчается упрощается сегодня вы можете в любой точке земного шара вот собственно это и гласит вообще описание интернет что такое интернет вы можете открыть свой смартфон коммуникатор свой персональный компьютер ноутбук неважно где вы находитесь главное чтобы был сигнал был сигнал интернет и вы заходите в глобальную сеть скачиваете любой объем информации передаете его в любом количестве из любой точки мира в любую точку мира через файл обменники и так далее и тому подобное а что говорить про современный транспорт на самом деле наш современный транспорт до сих пор топчется в прошлом веке конечно да уже не используется гужевой транспорт уже не используются паровозы и вот недавно мы были большой командой с головной компанией на международной транспортной выставке инотранс даже в берлине изначально метро использовали паровые машины то есть представьте насколько вредно это было но сейчас слава богу используется традиционное метро а самое быстрое метро к слову это метро московское примерно 30 километров в час можно перемещаться на московском метро там есть вай фай канадские железные дороги только задумываются о том чтобы подключить к их поездам вай фай в этом и заключается наверное инновация в тех технологиях которые были представлены на выставке инотранс технология skyway позволит же достичь тех скоростей которые на сегодняшний день достигнуты уже сферах финансовой коммерции финансы финансовые технологии сфере информационной безопасности информационной передачи информации телекоммуникациях мобильной связи и так далее и тому подобное можно перечислять действительно достаточно долго и для понимания для понимания того что действительно как бы привычные вещи изменятся я на расширенном технико-экономическом вебинаре буду говорить очевидные вещи но которые я специально даже записываю свой блокнот путешествую замечая наблюдая за современными транспортными средствами но которые уйдут просто в небытие потому что таких недостатков таких неудобств транспорт skyway вообще не будет иметь и позволит полностью их исключить но что касается мировых транспортных корпораций они с нетерпением ожидают и многие бизнесы того что skyway появится этот замечательный транспорт второго уровня и сможет залатать эту брешь в мировой транспортной логистики и соответственно увеличить скорость и увеличить вообще саму концепцию перемещения применить концепцию мгновенного перемещения когда вы не отрываясь от повседневной реальности сможете перемещаться из точка в точку б занимаясь теми делами которыми вы занимаетесь повседневной жизни но я не говорю уже про экономии в десятки миллионов долларов тех замороженных во временном отрезке товаров грузов руды угля и так далее тому подобное которые перемещаются железнодорожный подвижной состав имеет если не ошибаюсь среднюю скорость примерно до 20 километров в час то есть это не соизмеримо с потребностями которые на сегодняшний день имеет бизнес но технология skyway которая на сегодняшний день гремит по мировым выставкам уже на двух выставках прогремела и фактически вот подходит концу вторая выставка и мы не обязательно пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре но все это началось более тридцати восьми лет назад представьте себе действительно более тридцати восьми лет назад анатолий эдуардович придумал всю эту концепцию нарисовал первые эскизы и соответственно начал развивать технологию далеко не со струнного транспорта далеко не с легкого прогулочного городского пассажирского а с более серьезного ширкомасштабного планетарного инженерного изобретения сооружения это общепланетное транспортное средство что позволило бы вынести еще в то время промышленность в открытый космос и решить те экологические проблемы решить те промышленные задачи которые на сегодняшний день человечество ставит уже без каких-либо вопросов и без сомнений потому что многие спорят что по климате климату по изменению климата точка невозврата была пройдена но собственно хотелось бы еще для будущих поколений сохранить планету в том виде хотя бы в котором она сейчас находится и к экологическим катастрофам ранее мы и были близки например это эпоха нефтяной нефтяной век то есть когда нефть еще не перерабатывалась и в реки действительно неперерабатанную нефть сливали загрязняли реки отравляли действительно серьезную экосистему и можно было ожидать серьезной экологической катастрофы если не произошла бы переработка нефти если не появился бы рокфеллер который как вы знаете является одним за всю историю из богатейших людей на планете и если говорить про те перспективы которые мы закладываем технологию skyway в тот колоссальный действительно объем рынка который можно не то что захватить но просто взять потому что этот рынок сейчас не заняты это соответственно потенциальная основа будущей мировой экономики и вот мы вам показываем такую фантастику далекую что для нас для тех кто поддерживает развивает проект skyway прочитал книжку понтоле боровского юницкого небесные дороги познакомился с монографии замечательной струнные системы на земле и в космосе где антолий эдуардович описывает действия общепланетного транспортного средства и более того это все сооружение было представлено в виде концепции вывода промышленности в открытый космос на международной конференции по неракетной индустриализации космоса восемьдесят восьмом году то есть фактически через 11 лет после начала развития вообще концепции технологии skyway но естественно никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады я не буду сейчас рассказывать принцип действия что кольцо поднимаясь расширяется менее чем на полтора процента и соответственно расположена на по всей длине экватора это действительно сооружение которое необходимо строить уже при из соглашениях многих стран и всего мира мы к этому обязательно придем но в начале хотелось бы поговорить о том что происходит сейчас а именно это развитие струнного транспорта и огромная такая вот серьезная веха в развитии сети транснет развитие проекта skyway на тот момент это еще называлось струнные системы произошла в нулевых и для россии нулевые был таким также переломным моментом моментом можно было выбрать стратегию политику диверсификации экономики то есть не засиживаться на нефтяной игле и избежать тех проблем которые мы имеем на сегодняшний момент и собственно в двухтысячных произошло такое очень серьезное и значительное повлиящее на ход истории развития проект skyway события это знакомство сергей анатольевич сибирякова с лебедем александром ивановичем лебедь александр иванович это бывший губернатор краснодарского края соответственно сергей анатольевич случайно встретившись в самолете с лебедем александром ивановичем донес концепцию каким образом увеличить экономический потенциал российской федерации в виде ввп в три-четыре раза менее чем за пять лет с помощью таких проектов как продажа чистого пищевого льда замороженного в наших озерах сейчас байкале онежское озеро таймыр адыгеи и так далее и тому подобное и также освоению ряда не освоенных на сегодняшний день месторождений по той причине что современный транспорт к ним вообще не может подступиться лебедь александр иванович будучи рассудительным человеком логически подумал и был выделен через несколько недель первый транш на несколько сотен тысяч долларов началось строительство соответственно первого технопарка струнных технологий в городе озера московской области с 2001 по 2009 год происходили многочисленные испытания то есть действительно этот зил был под подвижной лаборатории были даже произведены такие испытания как образование специальным образом наледи чтобы доказать что перемещение стального колеса по стальному рельсу не взирая на эти препятствия достигает своего результата и многое другое и более того я могу сказать в конце 2009 года уже дмитрий анатольевич медведеву при поддержке губернатора одного из губернаторов российской федерации соответственно была представлена презентация краткая которая на ранний момент для нас являлась очень серьезной презентации материалом одни одной из главной презентации это доклад на госсовете россии по инновациям транспорте дмитрию анатольевичу медведеву на тот момент президенту российской федерации дмитрий анатольевич воспринял положительно сказал финансирование найдете стройте но неизвестными лицами по неустановленным причинам найти как в кино как в какой-то в каком-то голливудском блокбастере наш технопарк в городе озера был уничтожен и вывезен неизвестном направлении поэтому мы называем его полигон потому что действительно пет технопарк претерпел такие боевые действия но кстати в недавнем времени зил был найден и он будет по праву возвращен на родину а родиной сейчас skyway является уже город марина горка и соответственно на территории бывшего заброшенного танкового полигона развивается широкомасштабная стройка века это эко технопарк и это то что станет следующей долиной за силиконовой долиной мы это будет сценируем как skywallet небесная долина на основе небесных технологий то есть skyway технологии skytech технологии можно даже сказать и общаясь с различными чиновниками олигархами финансистами и так далее и тому подобное анатолий эдуардович пришел к одному интересному выводу что общение с такими людьми на стадии только зарождения проекта не даст абсолютно никакого результата даст определенный результат когда люди будут желать обладать полностью всей технологии и собственно использовать действительно леонардо да винчи нашего времени своих интересах для формирования технологии полностью связывая его по рукам и по ногам и естественно этого невозможно было допустить поэтому в 2013 году после опять же повторюсь многочисленных общений создавания компании использование различных финансовых юридических схем привлечения капитала но все заканчивалось таким образом что эти люди желали обладать технологии и ничего не оставлять не самой компании струнных технологий не самому анатолию эдуардовичу ницкому в 2013 году был предпринят наверное крайний рискованный шаг капитализации финансирования технологии skyway это начало крауд инвестинга это начало народного финансирования и собственно можно удивляться можно не удивляться но анатолий эдуардович также замечательно как рассчитывает инженерные сооружения также как спроектировал подвижной состав который уже представлен был на выставке и на транс в реальных действующих машинах образцах которые будут продемонстрированы уже в движении до конца осени этого года и соответственно также была четко выверена рассчитана финансовая схема по тем дискаунтам то есть это венчурная премия за ваш риск и я могу сказать что те дискаунты которые были 2013 году то есть это один к полуторам тысячам те дискаунты которые были один тысячи они никогда не вернутся и дискаунт один к шестистам сейчас на самом деле можно сказать такой вот уже не то что далекой но в недавнем времени ставший далекой реальностью потому что также эти могут пользоваться те люди кто только вошел на систему рассрочек этой зимой соответственно каждый раз ценности обязательств международной компании skyway при перехода с одного этапа на другое возрастает и за одну и ту же сумму вы сможете приобрести меньшее количество обязательств международной корпорации skyway я вот так специально называю чтобы не было понимания что сейчас мы реализуем акции нет мы сейчас реализуем активы которые будут иметь ценность после капитализации но тем не менее несмотря на то что сейчас даже нельзя продать эти активы более 500 тысяч людей уже приняли участие в развитии проекта skyway и более 100 тысяч людей регулярно каждый месяц инвестирует по системе рассрочек либо единовременно на финансирование тех технологий которые представлены на слайде в первую очередь я хотел бы отметить то направление которое появилось чуть более шести месяцев назад за четыре месяца с полным с полного нуля сделали реально действующую машину мирового класса и современного качества в транспортной индустрии это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт типа юнибайк и соответственно также был продемонстрирован уже городской пассажирский транспорт навесной типа юнибус который может выдерживать и конкурировать пассажиропоток по сравнению с современным метро и вообще с пассажиропотоком наших современных весьма загруженных транспортом и перерезанных пробками современных мегаполисов далее будет продемонстрирован грузовой транспорт и в 18 году мы позиционируем уже демонстрацию движения высокоскоростного транспорта и вы меня спросите почему почему же люди поверили когда ничего не было почему люди стали инвестировать почему люди пошли на идею и да в 2014 году я помню прекрасно октябрьскую конференцию в гостинице университетской это первая конференция где познакомился сергей антоличным сибиряком лично познакомился с виктором бабуриным и многими другими нашими активистами являлся обычным абсолютно инвестором кто только начинал да так быстро резко начинал но собственно ничего не предвещало того что на сегодняшний день уже будем заниматься и адресными проектами и более 80 стран будет участвовать в проекте skyway почему люди выбирают проект skyway зачем им это нужно во-первых это абсолютно безопасный и соответственно быстрый скоростной эффективный дешевый транспорт как когда-то я могу сказать был недоступен телефон сотовый телефон и сегодня вообще вот даже в индии недоступен интернет в телефонах несмотря на то что большая часть даже самые бедные слои населения пользуются смартфонами но интернет недоступен также можно сказать что транспорт что касается электромобилей тесла и так далее они недоступны широким слоям масс а что сделал генри форд например то есть генри форд сделал то что ожидалось на самом деле и сейчас я могу сказать что мы подходим той концепции что мы создаем транспорт для народа транспорт второго уровня которым будут пользоваться все который будет абсолютно доступен любым сословием любым национальностям любым странам любым континентом и соответственно построить его можно будет в любых условиях даже в самых самых суровых многие начали мечтать каким образом насколько быстро они достигнут встречи со своими родственниками проживающих других странах которым сейчас очень сложно выбраться это можно заметить даже по стоимости билета к примеру с москвы в хабаровск то есть это неподъемная сумма фактически как несколько зарплат для многих россиян это всего лишь достижение в одном направлении из точки а в точку б и естественно я хотел бы остановиться на том опять же на экологии многие возможно не замечают многие и не следят за теми факторами но то что была подписана парижское соглашение и собственно конвенция оон об изменении климата и фактически все страны подписались под этим соглашением говорит о том что действительно стоит уже задуматься иначе будет происходить те катаклизмы которые сейчас происходят но еще большем масштабе мы все помним ураган кэтрин и собственно вот недавно кубу поразил в отрицательном смысле этого слова поразил ураган тайфун мэтью и сейчас он также приближается на флориду на сша и многие страны которые на сегодняшний день имеют 80 процентов вообще от всего мирового ввп то есть это те страны которые расположены близко прибрежным зонам либо возле моря либо возле океана они имеют обладают очень серьезной опасностью проникновения таких вот влияние по природных катаклизмов как ураганы смерчи и так далее и соответственно выдержит ли какой-либо транспорт вообще вот после цунами после урагана сегодняшний современный как допустим выдерживают пальмы то есть пальмами ничего не происходит они как остаются стоять так и продолжает стоять даже несмотря на природные катаклизмы собственно пальмы можно сравнить с нашими опорами и если произойдет вдруг цунами наводнение то в этих районах соответственно будет расположение опор несколько выше ввиду опасности возникновения таких природных явлений и ничего с транспортной инфраструктурой не произойдет а что происходит обычно после природных катаклизмов это ущерб на десятки миллионов а то и миллиард долларов и эта инфраструктура которую нужно далее восстанавливать и далее снова развивать с нуля и соответственно даже технические специалисты на ранних стадиях развития проект skyway делали свои отзывы то есть это михаил орлов который поддерживает уже более 20 лет на технологию skyway это президент международной ассоциации теории решения изобретательских задач это далее уже и рот хук который сейчас является нашим одним из самых главных партнеров бывший министр транспортного департамента южной австралии то есть я думаю что вы прекрасно понимаете что этих людей никак не ввести заблуждение и соответственно они будут очень четко изучать технические аспекты технические составляющие проекта но для новичков я хотел бы сказать что в первую очередь хотелось бы чтобы вы понимали что у наших подвижных составов совершенно инновационная аэродинамика и если ранее мы сравнивали с бугатти и верон но сеток и центр динамического сопротивления 034 потом уже из аналитики и статистики я нашел также технические характеристики mercedes gls это 032 коэффициент аэродинамического сопротивления и в недавнем времени также вот один из концептов электромобилей который был представлен на парижском автосалоне и это кстати дорогие друзья очень примечательно что это именно концепт рено трезер у него соответственно коэффициент аэродинамического сопротивления 0 до 22 а вдумайтесь то что у нашего подвижного состава коэффициент аэродинамического сопротивления может достигать 0 0 35 и даже еще более совершенный коэффициент аэродинамического сопротивления казалось бы форма капли может достигать 0 0 4 но анатолий эдуардович являясь действительно леонардо да вичи нашего времени гением изобретательным инженером решил и эту задачу эти данные были получены при продувке соответственно почему наше транспортное средство движется при перемещении сталь по стали то есть стальной рельс перемещается по стальное колесо перемещается по стальному рельсу потому что кпд стального колеса при перемещении по стальному рельсу тем более расположенным на втором уровне что улучшает аэродинамику сразу в два раза больше 99 процентов это самый эффективный способ перемещения Соответственно, мы можем говорить об огромных экономиях топлива при эксплуатации, материала при строительстве, потому что несравнимо это со строительством высокоскоростной трассы, что происходит в Тайване, в Японии, в Китае. И, собственно, с затратами топлива. Это также абсолютно идет вне сравнения, потому что вы прекрасно понимаете, сколько затрачивает в среднем малолитражка даже, то есть это 5 литров. И наш, к примеру, Unibike будет затрачивать вообще 0,3 литра на 100 пассажиров в километрах. То есть это те показатели, которые современный транспорт на сегодняшний день не может достигнуть. Либо 100 грамм вообще на пассажира в топливном эквиваленте. Это действительно революция, это действительно эволюция, но струнный транспорт не мог бы развиваться, если бы такая же революционная не была бы создана путевая структура. Это струна. Это предварительно напряженная, растянутая конструкция. Можно сравнить с гитарной струной, со струной балалайки. Даже умудрялись представители Министерства транспорта ранее сравнивать с балалайкой. Говорили Анатолию Эдуардовичу обидные достаточно вещи. Куда он идет со своей балалайкой, со своей струной. А эта струна, дорогие друзья, через ближайшие 2-3 года начнет окутывать повсеместный одновременно весь земной шар, как когда-то это сделал интернет. Я думаю, невозможно поспорить, что да, сейчас можно проложить оптоволокно фактически в каждый дом, в каждую глубинку. Было бы желание. И, соответственно, этот рельс абсолютно ровный, натянутый, закрепленный на концах анкерных опор. Вы видите внутри металлические проволоки, металлические тросы, которые растянуты. Далее они закреплены. Далее идет омоноличивание спецбетоном, который был разработан на базе ЗАО «Струнные технологии», кстати, потому что нет таких технических характеристик, показателей, которыми обладал бетон для прокачки на большие пролеты до 5 км, возможно. И, соответственно, с возможностью быстро схватываться с оптимальными показателями твердости, вязкости и так далее и тому подобное. И далее ставится, опять же, головка рельса, которая также инновационна, без реборта, что касается, допустим, сравнения с железнодорожной сферой и при перемещении цилиндрического колеса, что касается, опять же, по сравнению с коническим колесом железнодорожного подвижного состава. Но все это, дорогие друзья, имело бы, может быть, смысл два года назад, но сейчас хотелось бы оперировать уже несколько другими аргументами. И наши самые главные аргументы – это то, что сейчас мы достигаем конкретных результатов. Это строительство. И я хотел бы, чтобы все люди, кто присоединяются к проекту Skyway, запомнили дату 29 июня 2015 года, либо хотя бы просто июнь 2015 года, потому что был подписан договор аренды в Мариной горке. И, собственно, в августе 2015 года вообще было сформировано научно-производственно-конструкторское предприятие, которое сейчас состоит из более чем 13 КБ и, соответственно, насчитывает более 200 специалистов. Ранее, в 2014 году, этого всего не было. И давайте проследим, как развивалось строительство. То есть я хотел бы обратить внимание, что строительство началось фактически в начале сентября. Вы видите, 31 августа – это вырыт первый котлован под первую анкеру на опору, которая станет станцией, которая станет транспортно-логистическим узлом. Соответственно, в сентябре были продемонстрированы испытания модели 1.10 наших подвижных составов. Это вошло в историю, но как история, которую невозможно забыть. Вспомните, дорогие друзья, активисты, как мы радовались этому событию. И, соответственно, 16 октября был уже заложен фундамент, и мы приблизились к достаточно символичному событию, как закладка и открытие нулевого километра. И наша первая анкерная опора начала расти ввысь. Зимой были установлены 19 промежуточных опор. 19 является в стальном исполнении для демонстрации возможности установки на любом типе рельефа, местности, поверхности. И, соответственно, я хотел бы обратить ваше внимание, что, да, в апреле вы уже видите фактически полуготовую анкерную опору. В первую анкерную опору установлены интеллектуальные ограждения. Но это не самое главное. Самое главное, что в мае началось параллельное строительство легкой прогулочной трассы. Это говорит о том, что мы идем абсолютно по планам. И, соответственно, в июле, в июле также параллельно присоединилась грузовая трасса. И уже вовсю устанавливаются другие анкерные опоры других направлений. Установлены, соответственно, г-образные опоры легкой прогулочной трассы, по которым поедут вот-вот уже совсем скоро. Остались считанные недели с месяцем до демонстрации. Это произойдет до конца осени. И, собственно, уже в скором времени, либо уже, я не обладаю этими сведениями, потому что никто не будет показывать, как будет монтироваться путевая структура. Будет показан сам факт, потому что это уже, извините, ноу-хау, монтаж путевой структуры, использование техоснастки. Это наши конкурентные преимущества. И единственное, что я могу сказать, что, дорогие друзья, те, кто присоединяется к нашему проекту, вы можете все это увидеть в нашей видеохронике. Я вам сброшу презентацию по строительству экотехнопарка, по производству наших подвижных составов, которые были продемонстрированы на выставке «Инотранс». И вот, как я и говорил, в июле это рытье первого котлована, соответственно, под грузовую струнную эстакаду. И если говорить про то, что сомневались ли мы, что мы достигнем, возможно, те, кто даже активисты, ярые активисты, вначале сомневались. Да и что говорить, я сам не мог ожидать таких результатов, которые были достигнуты в 2014 году, потому что это можно было пожелать каких-то самых светлых снах. Но уже 20-21 сентября мы продемонстрировали на международной транспортной выставке «Инотранс» наши машины, подвижные составы, юнибайки и юнибусы, которые действительно поразили ту аудиторию, которая присутствовала на этой выставке. И можно отмечать все, начиная от кресла пассажира, и нету такого слова, как водитель в подвижных составах, так как это система автоматизированного управления. Отмечать и высокую скорость, и очень короткие промежутки времени монтажа анкерных опор легкой прогулочной трассы, и даже универсальность и применимость легкой трассы для городского пассажирского транспорта. Это действительно поразило даже вице-президента компании «Симмонс». И сейчас уже нам есть что показать. Мы то, что декларировали, мы делаем. И дальше развиваемся по тем этапам, которые были установлены Анатоли Эдуардовичем еще ранее, в 2014 году, и были переработаны совершенно недавно, переработаны в лучшую сторону, что нам требуется еще меньшее финансирование, еще больше была оптимизирована технология Skyway. Ну, а для того, чтобы получить такой вот взгляд с высоты прожитых лет в проекте Skyway более 15 лет, если быть точным, фактически более 16 лет Сергей Анатольевич развивает проект Skyway, то давайте, пожалуйста, послушаем этого действительно человека с огромным терпением, который из чиновников стал одним из самых активных приверженцев проекта Skyway, работал с крупными инвесторами, потом работал, соответственно, с мелкими и средними инвесторами, давал первые вебинары, и первые вебинары давал даже сам Анатолий Эдуардович Юницкий. И сейчас уже возвращаемся снова к работе с крупными инвесторами, с крупнейшими инвесторами, потому что время крупных инвестиций в проект Skyway пришло. Сергей Анатольевич, вам слово. Алексей, как видно, как слышно. По идее, сегодня из обычных условий, то есть я сегодня что-то стало уже редко получаться, что веду из своего рабочего кабинета, просто настолько сейчас интенсивно идет развитие проекта, и Алексей сегодня на дневном вебинаре говорил, что мы сначала так несколько шутили, что придется жить в самолете, а сейчас, как идут и развиваются события, просто уже вот эта присказка, которую тоже мой сынишка очень интересно выдал, это который спрашивал папу, а какой у тебя в детстве был интернет, на что просто ставит в тупик этот вопрос. Ну и на сегодня, соответственно, он говорит, что папа, а когда ты из Перископа приедешь домой? Вот, поэтому это такая шутка, но она имеет... Да, тут друзья задают вопрос, значит, всем большой привет, большой, скажем так, пожелание и благодарность от Анатолида Шевницкого, вчера мы целый день отработали на выставке в Минске. Я, друзья, уже для новичков, вы уж сразу включаетесь в работу и смотрите как бы за тем, что и как идет. Вот, то есть мы уже... Алексей сделал очень хорошую презентацию, то есть она у нас отработана, она работает по доходчивости и по убедительности 100%. Вот, я вчера прям ребятам со стенда, кто был из конструкторского бюро Анатолида Арчаевна Юницкого, прям проводил вчера на выставке мастер-класс, друзья, когда подошел человек, просто настолько отрицательно настроенный, который просто говорит, что вы занимаетесь полной ерундой там, как бы это... И вот, друзья, в течение где-то 35-40 минут, это, конечно, была очень такая серьезная работа, вот, но через 40 минут он сказал, все, я пошел регистрироваться в личном кабинете и я прихожу к вам инвестором. Поэтому, друзья, вся аргументация для того, чтобы сегодня убедить любого человека, даже который приходит и говорит, что я не верю и вы занимаетесь ерундой, до того, как он принимает решение уже вступать в команду Skyway и, соответственно, вот, соответственно, подключаться к нашей работе. Поэтому, конечно, когда за спиной стоит самый главный аргумент по убеждению, это Unibike, Unibus, вот, и стоит сам Юницкий, который это показывает, то, конечно, это действует так несколько по-другому. Но, тем не менее, друзья, можно сказать, что и в этом как раз и заключается и благодарность, и искреннее уважение Анатолида Ивановича Юницкого, который говорит, что мы собрали сегодня команду. Это и команда конструкторов, и команда профессиональных, кто работает уже по изготовлению, потому что Unibike и Unibus сделаны на самом высочайшем уровне. Собрана команда уже профессионалов с точки зрения краудинвестинговой работы. Сегодня наш краудинвестинговый фонд, венчурный фонд набирает обороты, работаем. И здесь, друзья, как результат, вы все это видели, слышали с самого начала. Мы говорили, что мы где-то полгода назад начали работать с русскоязычными инвесторами в Германии. Сейчас, вот мы все позавчера только вернулись с Алексеем, с Виктором, кто в перископе увидел, мы были в Словакии, сейчас готовится конференция в Чехии, в Венгрии, там Алексей на следующей неделе летит в Германию. То есть, если два года соотношение было где-то 9 к 1, с точки зрения 9, это платило, ну и вступало в проект именно русскоязычные, наши там друзья, партнеры, сегодня из 82 стран мира, то сейчас уже соотношение, ну уже перешли 50 на 50, то есть сегодня европейские и американские инвесторы уже инвестируют в проект больше. А я думаю, что в конце года будет уже соотношение где-то, ну, 9 к 1 или 2 к 8, то есть реально европейцы начнут участвовать в проекте более активно, потому что они заинтересованы. Но опять же, друзья, это происходит только почему, только потому, что создана доказательная база, мы с вами за эти два с половиной года смогли сделать, собрать, запустить и изготовить, и, соответственно, те, кто сегодня подключается, они приходят уже совсем на другие условия. Но это друзья и, соответственно, другие условия по дисконтам, это тоже абсолютно правильно. Другие условия по венчурным премиям, это тоже друзья абсолютно правильно. И со временем это также еще будет меняться. И у нас четко есть понимание, что большие инвестиции, большие инвесторы должны приходить на очень низкие дисконты. И эти дисконты будут даже не 1 к 10. Поэтому по мере того, как сегодня включается крупный бизнес, сегодня уже инвестиции, уже заключены договора, и мы ждем уже инвестиции на миллионы, на 5 и на 10. Это только вопрос времени, когда эти инвесторы будут включаться. Соответственно, с такой же интенсивностью усиливается работа и увеличивается объем выполненных работ в Марьиной Горке и вообще по изготовлению и подвижного состава, и путевой структуры. Поэтому, друзья, уже как по свежим впечатлениям, то есть основные такие моменты, мы, естественно, на основном технико-экономическом, расширенном технико-экономическом норе. А сейчас для новичков, друзья, вы попали в нужное время, в нужное место. Вы попали в компанию людей, которые сегодня своей работой, своей повседневной работой меняют мир. Мы меняем мир, мы объединяем мир, менять и объединять – это наша работа. И то, что для кого-то кажется фантастикой, мы сегодня реально уже это создаем, мы это делаем, мы это показываем, мы это испытываем. Поэтому, друзья, я могу сказать, что вам очень повезло, я обращаюсь для тех новичков, которые только сегодня подключились к работе команды SkyWay, что вы попали в нужное время, в нужном месте. И особенно, такое впечатление вам скажу от Белоруссии, вот, в большинстве, особенно эта выставка, это не инотранс в Берлине, это не там, где собраны именно мировые гиганты и мировые инновации. То есть там все-таки, это выставка для простых людей, которые ходят, смотрят именно достижения белорусской экономики, там восемь стран было представлено. Вот, ну, как вы понимаете, в основном это Россия, Украина, Казахстан, часть экспонатов Польши, но выставка, конечно, очень, я вам могу сказать, такая, очень слабенькая. Единственное, естественно, для нас, чем было интересно, что по приглашению министра транспорта мы прямо с берлинской выставки поставили эти машины, и поэтому, по сути дела, это вот такая минская презентация. Но произошло ряд очень серьезных событий, вы их видели вчера в перископе, это и посещение стенда вице-премьером правительства, и министром транспорта, про это мы отдельно поговорим. И особенно важно именно для Юницкого, как ученого, для Юницкого, как инженера, человека, который именно стоит на острие науки, это визит вице-президента Академии наук Белоруссии. Они знакомы с Анатолием Дановичем больше 40 лет, они работали вместе в научном институте. И этот человек, который еще несколько месяцев назад исключил зау струнные технологии из перечня научных организаций, которые занимаются... Да, Сергей Антонович Чижик, вот мне тут подсказывают в перископе. Значит, этот человек, который исключил и заявлял, что струнные технологии, там нет никакой научной новизны, и эта организация не может являться именно научной организацией с точки зрения... Вчера вы видели в эфире, это человек, который пришел, говорит, я 10 минут, быстренько и поехал. Он провел на стенде полтора часа, они очень хорошо пообщались с Анатолием Дановичем, он сказал, что я все понял, я все это тут же начал предлагать всевозможные... А у него в подчинении, чтобы понятно, более 200 академических институтов научных в Беларуси, 200 институтов. Он сразу сказал, что мы подключимся, и мы готовы по новым материалам, и по новой автоматике, по новым композитным материалам. В общем, целое-целое-целое направление предложил, и написал отзыв, он уже лежит в наших чатах, его раскидали, друзья, это просто вот так вот экспромтом. Человек высказал истинное восхищение именно Юницким, как ученым, истинное восхищение командой, которая все это сделала. И это, конечно, понимаете, вот от того, когда человек приходит и говорит, что 36 лет или там 40 лет, я тебя знаю, и ты вроде как ничего не дал, и когда он все это видит, смотрит, покрутил педали, пообщался, увидел, когда ему Антон Леонидович про аэродинамику очень подробно так просто сказал, про энергоэффективность этих машин, он, конечно, был... Да, вот он, видите, так сказать, это Сергей Антонович, то есть вот он как по Юнибайку хлопает, и как он просто в каком истинном восторге он был. Это вот как раз, друзья, оценка профессионала, не какого-нибудь дилетанта, который приходит и там начинает какие-то отнести. Это человек действительно с академической... Ну, все-таки, друзья, вице-президент Академии наук. Так, да, мне тут задают вопрос, почему я уехал с выставки. Ну, основной день был вчера, это и официальная делегация, а по договоренности с Антон Леонидовичем мне сегодня и завтра у меня в Москве ряд очень серьезных встреч, поэтому я вынужден был оттуда уехать. Ну, и вчера, я считаю, мы хорошо отработали, мы все показали, сделали представление. Сегодня будет очень много наших партнеров на выставки из Белоруссии, с разных мест, с Украины, я знаю, едет целая большая делегация. С Казахстана будет делегация. Вот, Калинину не очень понравилось. Да нет, как раз Калинину-то как раз понравилось все это. Тут в Перископе мне задают вопрос. Калинину понравилось все очень хорошо. Да, вот вы видите отзыв, друзья, то есть можете его сами прочитать. Это написано действительно искренне, то есть я видел, как он это писал, под каким он был впечатлением. Видите, он Skyway впечатляет. То есть вы видите сейчас отзыв Сергея Антоновича Чижика, вице-президента Белорусской Академии наук. Вот. И здесь, друзья, можно сейчас сказать, что подведена некая черта под вопросом, есть ли технология, нет технологии, верим ли мы, не верим, и что мы с вами, друзья, делаем. То есть это некий отчет команды Юницкого во главе с именно инженером Юницким, который продекларировал, показал и теперь продемонстрировал существование технологии. Естественно, что там говорят, а когда поедет, а когда, друзья, все дальше будет, и поедет, и будут пролеты 200, 400, 800, 3, 5 километров, все, друзья, будет, но не сразу. И скорости, соответственно, будут 3, 5, 10, 15, 50, 150, 350, 550 километров. Все, друзья, будет. Вот. Но со временем, то есть, Экотехнопарк, Марьяногорка, она начала именно как демонстрационная площадка свою работу, она уже демонстрирует, и, друзья, если вы не заметили, то уже почти год там идет строительство, сначала расчистка, потом первые опоры, это все, друзья, уже начало демонстрации. Просто всем всегда хотелось увидеть законченный вариант, а когда же это поедет. Вот сейчас можно сказать, вот как Алексей в первой части сказал, что остались считанные недели, монтаж идет, сейчас сознательно не показывается, потому что там есть очень много, друзья, во-первых, ноу-хау, а во-вторых, друзья, это экспериментальная работа, там нельзя очень многих вещей показывать, потому что идет испытание, идет работа. Я присутствовал на рабочих совещаниях с Анатолием Дуаровичем, я могу сказать, что тяжелейшая работа, там обсуждается очень много текучих вопросов, потому что это все-таки, друзья, стройка, экспериментальная стройка, и где каждый шаг инновационный, и любая ошибка, то есть я прям присутствовал, когда Анатолий Дуарович просто вот сходу вскрывал некие просчеты, которые были, вот самые, прям сходу менялась работа, сходу менялась, это, друзья, инженерная работа, тем более экспериментальная работа, здесь нельзя, как говорится, сразу, и Анатолий Дуарович, как ученый, как инженер, он тоже проверяет ряд вопросов, он выбирает оптимальные, оптимальные решения, но их тоже, друзья, надо и проверить, и просчитать, и проэкспериментировать, вот, тем более, есть всегда человеческий фактор, где что-то, команда была одна, а инженеры, или технологи поняли, не так, исполнили, не в таком варианте, это, друзья, все работа, и это инженерная работа, и здесь как раз, те скептики, которые говорили, что с инженерной точки зрения, есть вопросы, я вам всегда отвечал на этот вопрос, для меня, уже 16 лет, инженерных вопросов нет, а с 2001 года, когда построен первый полигон в озерах, эти вопросы все, все убраны, вот, соответственно, при этом проект не перестал быть венчурным, он остается высокорискованным, потому что есть очень много факторов, которые влияют помимо нас, на этот проект, мы на сегодняшний момент, именно с подачи инженера Юницкого, убираем, и в скором времени, подвинем на второй план, именно технологические риски, что вопрос, существует, не существует, поедет, не поедет, порвется, не порвется, это, друзья, этого вопроса больше существовать, там, через некоторое время не будет, вот, но мы с вами будем двигаться дальше, краудинвестинг набирает обороты, вот, и, соответственно, мы с вами подошли уже к очень важному моменту, когда технология начинает свою демонстрацию, мы в ближайшее время выйдем на адресные проекты, и вы все, друзья, будете сами наблюдать, вы сами будете все видеть, как это развивается, как это работает, как это, соответственно, внедряется все глубже, и глубже. Ну, вот, друзья, давайте, как всегда, традиционно сейчас, это для, я даже не задаю сейчас вопрос, что кому не интересно, или скептикам, то я с вами прощаюсь, встретимся уже, здесь уже, друзья, все сейчас делятся на, фактически, вопрос тех, кто подключается к технологии сегодня, или те, которые хотят подождать, чтобы войти с минимальными рисками, вот, поэтому, это, друзья, уже дело каждого, дело каждого, а, соответственно, для тех, кто уже в работе, для тех, кто понимает ценности, обязательств, которые сегодня, именно, дают вознаграждение за участие в проекте, именно за, те, кто понимает, что такое дисконты, дискаунты в виде венчурных премий, вы, друзья, уже в курсе, и знаете, что 17-го числа будет смена, вот, что дисконт будет снижен значительно, вот, и при входе буквально месяц-два, когда сейчас будут отработаны, и реализованы ряд обещаний, которые взяли на себя уже крупные инвесторы, этот дисконт будет еще меняться, потому что готовится вход сейчас крупных фондов, и мы уже говорили, что эти крупные фонды и крупные инвестиции должны входить на минимальный дисконт, вот, это, и это, друзья, как раз абсолютно правильно, вот, и мы с вами как раз создали всю доказательную и демонстрационную базу для того, чтобы это уже случилось, и это, друзья, как раз наша совместная работа, это наш совместный результат, это наша совместная с вами удача в этом, потому что, друзья, то, что мы обещали, мы и сделали, то, что Юницкий говорил, он реализовал, и это, друзья, уже можно как угодно относиться, лично к Юницкому, как угодно относиться к проекту Skyway, против демонстрации этих машин, уже просто как подвижного состава, уже бесполезно говорить, сказать, что их нету, или это ерунда, уже нельзя сказать, можно сказать только одно, друзья, я хочу увидеть, как они поедут, друзья, увидите, ну все, давайте небольшой перерыв, кофе-брейк, так сказать, у нас, а мы за это время как раз поставим сейчас несколько репортажей, которые показывают, что и как сейчас делается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Майкл, спасибо большое за субтитры. Меня зовут Крис Принципи. Я председатель и председатель Финанская ИТ-магазина и новая Финфутуре. Как вы интересы в нашей технологии? Это было очень интересным для меня, когда я впервые слышал об этом. И в нашем начале субтитры, Финфутуре, который является о будущем, но с финансовыми подробностями, мы хотели бы иметь антикл из Интоли в этом субтитре. И мы делаем. Это вообще первый антикл из нашего магазина. Таким образом, мы можем представить людей не только...